Ну и про футбол, конечно, в Ярославле не забывайте, если сегодня Шинник еще и сможет добавить вот этих позитивных ощущений болельщикам ярославским, любителям спорта. Ну, вообще, наверное, будет красота, у Родины тоже есть важнейшая задача порадовать собственных болельщиков и продолжить свою победную серию, серию без поражений. И со второй попытки, со второго дубля Александр Юшин начинает этот матч. Шинник, Родина. Такая вывеска, один из интереснейших матчей в рамках 22-го тура. Отмечаем, что Родина забирает себе инициативу в стартовом отрезке, причем очень хорошо взаимодействует команда гостей. Удар последовал, Александр Довгня все видит, все контролирует. Шинник до 2024-го очень долго не побеждал. Такая непростая игра получилась для московской Родины. Здесь передача, момент, удар в ближний. Вот он уже шанс команды гостей и в исполнении хозяев. Про новичков, конечно, тоже Родина не забывает. Подача, момент, момент и гол. Забивает Родина, это вполне логично. 28-я минута. И вот как раз-таки воздух приносит результат в чужой штрафной. Мы здесь наблюдаем и Ивана Тимошенко, за которым два человека следили. А вот за Клещенко, не сказать, что вообще никто не следил. Он там в абсолютном одиночестве располагался. Забивает. Еще раз смотрим. А, между прочим, из-под кого забивает Клещенко? Без замен Франк Артиго. Момент, и это гол из офсайда. Пробил классно. Хорошо поймал мяч в касании, все на мастерстве, но обработал мяч. Очень важно здесь было обработать и сыграть на Юшин. На Юшин пробил. Штанга. Вот сейчас Родина показала, как нужно действовать в контратаке. Родина задействует высочек футболистов в атаке. Например, здесь Амур Калмуков зарабатывает пенальки. Давайте смотреть. А вы знаете, кто правила не нарушает? Это был за грэп. Только что появившийся в игре. Только что вышедший на поле, но вот не знаю. Пенальти заработал. Ну, а десятый номер не реализовал. Не забивает Максим Турищев. Александр Довня, герой этого эпизода. И пока главный человек в шиннике в этом матче, но даже Довня. Даже Довня впоследствии, вот после отбитого пенальти, не смог. Оказалось, уже отбили, сказалось, уже и мяч вышел запретил штрафной. Кто ж таки мяч все же направляет в створ ворот? То ли Амур Калмуков, а может быть кто-то еще. А вот и на подачу пошла. Гогу. А, это срезка в исполнении Вячеслава Зиньков. Зиньков в борьбе с Калмуковым вот так подставляет. Да даже не потому, что в борьбе он уже был в стороне Зиньков. Пробил очень опасный, там, по-моему, рикошет был от стенки, который теоретически мог повлиять. А вот Родина совсем скоро сыграет с Уралом в кубке. Ну а затем матч с Кубанью, домашний. Наконец-то Родина вернется в Москву, вернется домой. Ну а вот эти две выездные встречи на старте 2024 года в Веселом Матреско завершаются победами.